Добрый вечер! В среду в Вашингтоне был подписан договор о военном сотрудничестве между Израилем и Соединенными Штатами. В рамках соглашения в течение ближайших 10 лет США предоставят еврейскому государству военную помощь в размере 38 миллиардов долларов. Как заявили в администрации президента Обамы, это крупнейшая помощь в истории, которую США предоставляли кому-либо из своих союзников. При этом в Израиле вокруг этой суммы разгорелся серьезный политический спор. Противники действующего премьер-министра говорят, что вместо 38 миллиардов был шанс получить 45. Если бы не упрямство Нетаньягу по вопросу соглашения Запада с Ираном, то Израиль получил бы больше. Тем более, что по новому договору Израиль дает обязательство не просить у Конгресса дополнительной помощи. В свою очередь сам Нетаньягу говорит, что этот договор максимум, что можно было получить, и он позволит еще лучше обеспечить безопасность Израиля. А истина, наверное, как всегда, кроется в деталях. В них мы и попробуем разобраться сегодня в нашей программе. Человек-легенда. В Израиле следят за состоянием здоровья Шимона Переса. Первый на старте. Впервые за 4 года после своего создания партия Шатид по опросам может победить на выборах в Израиле. Гость программы – экс-министр финансов Яр Лапид. Нет людей. В израильской сфере высоких технологий не хватает качественных специалистов. Сколько зарабатывают еврейские программисты и как в них записаться? Коррупция в местной власти. В чем подозревают мэра Натании Мирьям Файерберг? И как израильское общество реагирует на новый муниципальный скандал? На минувшей неделе новости о срочной госпитализации. Девятого президента Израиля Шимона Переса стал одной из главных новостей страны. Во вторник после обеда Перес, который, несмотря на свой возраст, продолжает активно ездить по всему миру и выступать с лекциями, почувствовал себя плохо. В срочном порядке его доставили в медицинский центр Шиба в Телешомере. Через несколько часов стало известно, что экс-президент перенес инсульт, и его состояние оценивается как тяжелое. Сразу после этого сообщения в больницу стали съезжаться многочисленные журналисты, а многие политики и общественные деятели выразили пожелания скорейшего выздоровления. Одна из сложностей, с которой столкнулись лечащие врачи, это необходимость провести операцию Пересу. Учитывая возраст пациента, Пересу, напомним, 93 года, консилиум продолжался несколько часов. Все это время сообщается, что Перес получал необходимую помощь для поддержания стабильного давления, и на определенном этапе стало ясно, что операция вряд ли приведет к положительному результату. Более того, начали поступать сообщения, что родные и близкие экс-политика должны будут принять дальнейшие решения о медицинских процедурах. Дело в том, что в Израиле многие хорошо помнят, как в подобной ситуации оказался 10 лет назад премьер-министр Риэль Шарон. В 2006 году Шарон впал в кому и спустя 8 лет, не приходя в сознание, скончался. Однако уже в четверг утром врачи больницы Шиба сообщили, что кровотечение прекратилось, и состояние экс-президента остается тяжелым, но стабильным. Канцелярия Переса и его родные постоянно сообщают представителям СМИ самую последнюю информацию о состоянии здоровья пациента.